От пыли избавились все вещи на своих местах. Дома, чистота и порядок. Самое время заглянуть на кухню и выяснить, что там осталось в холодильнике и на полках. Ну что, проверим, сколько же у меня килограммов макарон, гречки и риса. Макароны, гречка, туманная крупа, овсянка. Крупы нужно хранить правильно и сейчас узнаем, как это делается. Гречка. Полезные вещества в этой крупе сохраняются только до 8 месяцев. В пакете держать не стоит. Нужно сразу пересыпать в стеклянную или керамическую банку. Плотно закручиваем крышку и ставим в сухое, темное место. Так, теперь на очереди рис. Его можно до вскрытия хранить в магазинной упаковке, но лучше тоже пересыпать в стеклянную банку. Либо в льняной мешок. Несмотря на длительный срок годности 10-16 месяцев, рис быстро впитывает посторонние запахи и влагу. Так что контейнер с крупой отправляется в дальний угол, подальше от кофе и специй. Ну а от вредителей рис спасут пара зубчиков чеснока или лавровые листья. Кладем их прямо в банку и плотно накрываем крышкой. Макароны. Проверяем срок годности. Два года в герметичной упаковке. Дольше всех. Но схема остается прежней. Вскрыли пачку, сварили остатки в контейнер. Иначе пересохнут и потрескаются. Манная крупа. У нее самый короткий срок годности, поэтому лучше сразу пересыпать ее из магазинного пакета в герметичную банку. Ну и побыстрее съесть. Это касается и овсяных хлопьев. Не должны лежать больше 4 месяцев ни в упаковке, ни в целлофановом пакете. Становятся невкусными и горчат. А вы знали, что овсянку нужно хранить в холодильнике? И фасоль тоже. Так полезные свойства продуктов сохранятся на более длительное время, как и ваши деньги. Наталья Жатько, Сергей Козырь. Утро нового дня.